Много проповедей на эту тему, но хотелось бы сегодня, перед тем, как мы будем участвовать в трапезе Господней, вновь и вновь для себя сделать маленький анализ, что значит следовать за Христом. Мы понимаем и знаем, что Христос взял на себя крест и понес на крест Голгофский. Вопрос сегодня каждому христианину, следующему за Христом. Делаем ли мы так, как сказал Христос? Берем ли мы крест свой и следуем за Христом? Или, может быть, мы только следуем за Христом без своего креста? Конечно, так лучше, так легче идти за Христом без креста, но какова участь тех, которые следуют за Христом без креста? Мы здесь находим Писание. Те, кто будут следовать за Христом без креста, они войдет в Царство Небесное. Но тот, кто готов потерять душу свою ради Христа, тот обретет ее. В этом есть блаженство. Христос напоминает в этом месте, что тот, кто хочет следовать за Христом, должен отвергнуть себя и взять крест свой. Сатана сегодня всех христиан желает как-то соблазнить. И он понимает, что есть крепкие и сильные христиане, которые не пойдут на эту уловку Сатаны. Они крепкие и сильные, они не грешат, они не пролюбодействуют, они не воруют, они не убивают. Они сильные христиане, зная Слово Божие. Но Сатана их также использует, как использовал Петра. Где-то вот в каком-то маленьком таком, ну, как-то, ну, какое-то снисхождение. Может быть, какое-то пожелание человеческое. Да не будет этого с тобой. Зачем тебе это надо? Вот иногда вот так же Сатана подходит к нам, людям, христианам, в последнее время, 21 веке. И также может использовать, как использовал Петра. И Христос заметил эту уловку Сатаны в лице Петра и говорит, «Отвотит меня Сатана». Итак, два момента, необходимые каждому человеку, каждому христианину, желающему следовать за Христом. Первое – это отвергнуть себя, и второе – взять свой крест. Мы ясно видим, что следование за Христом – это отвержение самого себя. От своего «я» нужно отказаться. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, говорит Христос. А кто потеряет душу свою ради меня, тот приобретет ее. Каким же образом нужно отвергнуть себя? И как это происходит, в принципе, практически в жизни своей? Потому что, в принципе, мы не можем отвергнуть себя.